Павел Иванович Павел Иванович Попов, директор Московского государственного педагогического института имени Владимира Ильича Ленина, знаменитый ученый, астроном. В 1942-43 годах он возглавил наш вуз в самое непростое время, время Великой Отечественной войны. Павел Иванович сам окончил физико-математический факультет Московского государственного университета Ломоносова и с 1930 года уже работал в нашем институте МГПИ, тогда еще носивший имя Андрея Сергеевича Бубнова. И только с 1934 года перешел к нам на постоянную работу. Это время непростое достаточно. И с 1934 года Павел Иванович возглавляет целую кафедру астрономии на физико-математическом факультете. Стоит сказать, что 1934 год – это эпоха перемен, очередных реформ в образовании. И в это время вводятся факультеты. Понятие факультетов вместо ушедших отделений. Название отделений, ну и форма организации образовательного процесса. Поэтому возглавив кафедру на физико-математическом факультете, Павел Иванович продолжил свою научную работу по астрономии. Им выпущен ряд книг, учебников, учебных пособий по астрономии, по курсу астрономии. Некоторые учебники переиздавались не менее пяти раз. А в 1960 году учебник по астрономии Павла Ивановича Попова был признан лучшим в Советском Союзе. Стоит сказать, что сама работа Павла Ивановича на нашем факультете, Московского государственного педагогического института, строилась достаточно интересно. Дело в том, что Павел Иванович попал на работу, и основная такая его работа до входа в должность директора института выпала на 30-е годы. Ну, 37-й год, всем нам известен. И в этот период Павел Иванович даже подвергся определенным, скажем так, взысканиям со стороны руководства МГПИ ну и руководства районного комитета партии Фрузенского района за то, что он и ряд нескольких преподавателей не смогли организовать должным образом качество подготовки студентов. Вообще, вот этот студенческий вопрос, который возник в 36-м году, обсуждался в 37-м, и в то время мог стоить даже жизни человеку, возник не сразу, он как бы так накапливался, но выпал на долю в том числе и Павла Ивановича Попова, который руководил кафедрой астрономии. Перед ним ставили задачу руководства партии и дирекции института, чтобы ликвидировать достаточно низкое качество подготовки студентов. И со своей стороны Павел Иванович пытался справиться достаточно хорошо. В 37-м, 38-м учебном году качество студентов повышается, качество подготовки студентов повышается, и руководство МГПИ даже снимает взыскания с Павла Ивановича Попова, что позволило ему в дальнейшем занять пост заместителя директора по учебно-воспитательной работе МГПИ имени Ленина. Вот такой непростой путь Павел Иванович прошел в нашем ВУЗе. Работал он достаточно долго, вплоть до самой смерти. И вот его такой труд на благо ВУЗа в самые суровые годы Великой Отечественной войны, 42-й, 43-й год, 43-й, как мы знаем, это переломный год Великой Отечественной войне, заставляет нас говорить о том, что Павел Иванович был человеком с волевым характером, целеустремленный, и об этом говорят и воспоминания его коллег, современников, например, следующее, что высокий научный уровень лекций Павла Ивановича, большая внутренняя культура, исключительное трудолюбие и добросовестность, уважительное отношение к людям создали Павлу Ивановичу Попову огромный авторитет и уважение среди студентов и преподавателей МГПИ имени Ленина. За многолетнюю и безупречную работу Попов награжден орденами Ленина, трудового красного знамени, медалями за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны, медали Ушинского и значков отличник народного просвещения. Стоит сказать, что вот после этого студенческого вопроса в 1937-1938 годах министр просвещения по результатам отчета у качества подготовки студентов в 1938-1939 году даже наградил в числе прочих преподавателей Павла Ивановича высокой наградой и благодарственной грамотой. Попов Павел Иванович, астроном и педагог. Но нам он, конечно, всем известен как педагог, организатор высшего педагогического образования в России, развивал методику преподавания астрономии в педагогическом ВУЗе и популяризировал астрономию. Именно с этих позиций стоит рассмотреть деятельность Попова, его действия, деятельность Попова в период его работы. Вот Павел Иванович Попов родился 29 ноября 1881 года в селе Безобразово, Смоленской губернии. В 1900 году поступил на физико-математический факультет Московского императорского университета. Его преподавателем астрономии были профессор Церасский, Казаков, а по механике профессор Чеплыгин. Павел Попов принял участие в революции 5-го года и даже полгода провел в тюрьме. Это не помешало студентам в 1907 году окончить университет с дипломом первой степени. После образования Павел Попов стал работать в университетской обсерватории, преподавал математику, физику, астрономии в московских средних учебных заведениях. Павел Попов стал участвовать в работе Московского астрономического общества и даже организовал обсерваторию в Народном университете Шанярского. С 1927 по 1933 год Попов заведовал кафедрой физики Центрального института повышения квалификации кадров народного образования. Одновременно он преподавал физику на высших научно-педагогических курсах при 2-м МГУ. Как вы знаете, наш университет является, так сказать, наследником 2-го МГУ. В 1930 году прошло разделение 2-го МГУ и на его основе был создан Московский государственный педагогический институт. В 1934 году Павел Попов стал деканом физического факультета МГПИ. В должности декана он проработал 2 года, после чего в 1936 году стал заместителем директора МГПИ по научной работе. И с 1938 по 1940 года Павел Иванович возглавил только что созданный кафедрой астрономии. В 1940 году Попов вновь вернулся на должность замдиректора МГПИ по научной работе. С начала войны Попов занимался эвакуацией студентов и преподавателей из Москвы в город Йо-Ой-Рот-Тура. В 1942 году он возвращается в Москву и 31 июля назначается на должность директора МГПИ имени Ленина. Этот пост он занимал до февраля 1943 года. За это время директор провел большую работу по восстановлению учебного процесса, пополнил штат кафедр, перевел студентов с трехлетнего на четырехлетний план обучения, проложил много сил, чтобы обеспечить жильем студентов и сотрудников института. В феврале 1943 года Попов был назначен начальником научного отдела комитета по сталинским премиям, а в 1943 году перешел на работу во всесоюзный комитет по делам в высшей школе и пресс-наркомии СССР, завняв в нем должность начальника отдела педагогических вузов. Следующие два года занимал пост директора научно-исследовательского института методов обучения Академии педагогических наук РСФСР. В 1947 году Павел Попов вернулся в МГП имени Ленина в качестве профессора и главы кафедры астрономии. В 1958 году он в связи со состоянием здоровья написал заявление об уходе, но оставался профессором консультантов вуза до 1963 года. Умер Павел Иванович Попов 24 марта 1969 года. Попов известен как автор фундаментальных учебников по астрономии. В 1934 году под его руководством был написан вузовский курс астрономии. Эта работа послужила основанием для просуждения Попова ученой степени кандидата в физико-математических наук. Среди работ, созданных под руководством Павла Ивановича, выделяется учебник для педагогических вузов астрономии, написанный коллективом авторов, в которые кроме Сова Попова уходили такие известные ученые-астрономы, как Баев, Воронцов, Еленинов, Куницкий. Первое его издание увидел свет в 1940 году, а затем он неоднократно переиздавался вплоть до 1967 года и был переведен на все языки, на большинство языков народов СССР. А следом за учебником была подготовлена практика в пастрономии в педагогических институтах, таблица по астрономии. Заслуги Попова были отмечены орденом Ленин, двумя орденами Красного Знамя и медалью за доблесть на труд Великой Отечественной войны 1945 года. Ну, несколько хотелось перечислить в связи с этим те работы, которые он сделал. Это стоит отметить, курс общедоступной практической астрономии. Я когда был маленьким школьником, я, значит, этой книжкой пользовался, потому что она так хорошо оформлена. И, ну, в общем, как любитель астрономии, я здесь со школьной скамьи как раз читал этот учебник. И вот как раз сейчас рассказываю про Попова, было приятно увидеть, что это действительно тот самый Попов, который эту книжку написал. Эта книга знакомит с простейшими способами астрономической ориентировки, а для их понимания и с небесными явлениями, которые связаны с этими способами. Интересно, что его работу по... Такая научно-популярная работа, которая называется «Солнце и Земля», имела большой успех и была переведена даже на немецкий язык. Вот у меня ссылка есть. То есть, своим трудом он вышел на более международный уровень. Практикум по астрономии мы использовали, особенно первое время. Я перешел в наш Ленинский педоинститут в 1978 году. И практикум по астрономии, значит, был, так сказать, одним из важных учебных пособий для наших астрономов. Хотя потом у нас астрономия стала очень... Такая специальная астрономия стала большое место занимать. Мы выпускали студентов, учителей физики и астрономии конкретные. В течение 10 лет, значит, у нас была астрономия в течение 3 лет преподавалась. Поэтому практикум этот, хоть и хороший был, но он уже не хватал наших студентов. Нам пришлось разработать свой университетский практикум со стратегическим уклоном. В любом случае, из тех трудов, которые здесь есть, мы видим, что он нес большой вклад в преподавание астрономии, как в нашем вузе, так и в российских вузах. Поэтому мы его помним. Предлагаем вам познакомиться с трудами Павла Ивановича Попова, которые хранятся в фонде библиотеки МПГУ. Издания, доступные в электронно-библиотечной системе МПГУ, сопровождаются QR-кодом для перехода к электронной версии. Научно-популярные издания «Солнце и Земля». Что говорит нам наука о Солнце? Как далеко оно от нас? За сколько свет от Солнца достигает Земли? На эти и многие другие вопросы ответит эта брошюра любознательному читателю. Цель книги – познакомить с простейшими способами астрономической ориентировки, а для их понимания и с небесными явлениями, которые связаны с этими способами. Астрономия – наука о небесных светилах. Как и все науки, в наше время оно быстро растет и развивается. Совершенствуются методы исследования, входят в практику принципиально новые методы – электроника, радиофизика и другие. Родилась новая отрасль астрономии – радиоастрономия, исследующая не свет, а радиоволны, приходящие от далеких небесных тел. В последние годы стали практически осуществимыми межпланетные сообщения. Обо всем этом и не только в книге «Астрономия». Настоящий курс астрономии для педагогических институтов, четвертое издание, вышел в значительно переработанном виде. Настоящее руководство появилось в результате опыта проведения практических занятий по астрономии в течение ряда лет кафедры астрономии Московского государственного педагогического института имени Владимира Ильича Ленина под руководством заведующего кафедрой профессора Попова. Практические занятия по астрономии, ведущиеся в педагогическом институте, параллельно с лекционным курсом, не только служат лучшему пониманию и усвоению этого курса путем решения задач, работы с моделями и прочим, но имеют самостоятельные задачи – вооружить студентов знакомством с небом и умением производить доступные наблюдения, познакомить их с астрономическими справочниками, картами, таблицами, астрономической трубой, некоторыми измерительными инструментами так, чтобы они умели самостоятельно ими пользоваться и дать понятие об основных методах астрономических исследований. Представлено пятое издание широко известного учебника «Астрономия» для физико-математических факультетов педагогических институтов. В книге ректора МПГУ представлен очерк о Попове Павле Ивановиче. С перечнем работ, хранящихся в библиотеке МПГУ, можно ознакомиться в электронном каталоге МПГУ. Работа с изданиями возможна в отделах библиотеки МПГУ. Продолжение следует...